Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Олег Павлович, такой серьезный юбилей И постоянно премьера Сань, а это, как говорится Зачем же прикидываться Либо я Делаю дело Либо Там надо уходить Ну, так ты посмотришь бумаги? Это же в твоих интересах Ты что, жить без этого не можешь? Альбин, где они? Где они? Что? Бумаги! Иногда я думаю, что у него портится настроение Если впереди три подряд спектакля Скажем, тяжелых Но потом вдруг нет недели спектакля Он мне говорит, почему у меня нет спектакля? Кто так составлял репертуар? Олег Павлович, человек многостульный Ему надо много стульев, чтобы он на них сидел Понимаешь, и пусть их будет сорок Убери одной, останется тридцать девять У него просто случится недомогание Он жадный до работы Человек очень жадный В нем есть какое-то мальчишство Замечательное Сказать, такая почти Авантюрность какая-то И я его за это очень люблю Нельзя останавливаться Нельзя Ни на секунду Ни мозги нельзя останавливать Ни желание, ни гнев, ни радость Ему надо абсолютно двигаться, двигаться Потому что если он остановится Мне кажется, он просто Ну, это будет такая пустота У нее не остыло это желание играть Оно есть У кого-то остыл У кого-то тухлый взгляд Уже и думаешь Боже мой, ну зачем ты ходишь на ссылку Не надо выходить Тухлый взгляд Не надо, не выходи А у нее он горит Я спрашивала его Чем тебе интереснее всего заниматься? Я задавала такой вопрос Я так понимаю, что все-таки Играть ему интереснее Я чисто любивый человек Я не позволю себе Ну, как бы сказать Состоять в должности И не делать это дело Максимально хорошо Как я это себе представляю Как это надо Ты просто не можешь простить Мне моей старости При чем здесь твоя старость? Да, при том, что Говорит он, что я хочу жить Дорогая моя, жить Я люблю Известность Успех Я шум люблю В конце концов Теперь я как В Амхат Вы посмотрите на глаза артистов Там кипит все Летаются На этаж Что-то репетируют на малом Места не хватает В репетационном зале И зайдите в другой театр Не так далеко располагающийся Где сонные люди сидят Сонные Эта энергия Я не знаю Как он говорил Про своих учеников Атом солнца Она в нем Была всегда Вот сколько я его помню Я когда лечу на самолете Да, я потом два дня В себя прихожу А он прилетает откуда-то И звонит мне из аэропорта Говорит Как дела? И приезжает И начинает нас гонять Для этого, наверное, не нужно образование Наверное, нужно Я не знаю, каким Но вот у него Вот его жизненный опыт Это лучший, наверное, бизнес-курс Который можно было пройти Когда начинаешь говорить Что он там работает С восьми утра до час ночи Ежедневно Человеку 75 лет Ну, как-то вот Видишь скептику такую У людей Многие не верят Смешно Я вспомнил Цитату из Тузенбаха Тоска по труду Как она мне знакома Вот это, собственно Чему меня научила бабушка И мама, наверное Говорить спасибо Самое смешное Что вот эта моя затея Поставить их здесь Во дворе подвала Поставить Она началась Тогда Когда были живы двое А бюст Олегу Николаевичу? Ну, это то же самое Это не только Олегу Николаевичу Там, во МХАТе По сути дела Он руководил МХАТом Чуть меньше Нежели отцы основателей Это люди Которые положили жизнь На этот театр Вообще наш актерский цех Не очень умеет благодарить Вот это, собственно, и есть Дорога В Угольный подвал Угольный подвал Принадлежал вот этому дому В котором жили Старые большевики Академик Чаплыгин То есть здесь же жила Жена Алексея Максимовича Горького И в этой квартире Сначала Исаия Добровейн Играл, значит, Для помощника присяжного Поверенного Ульянова Да В этой же квартире Алексей Максимович Горький Читал уже Гражданину Джугашвили Поэму Девушка и смерть И отец народов Горный орел Прослушав, сказал Эта штука Посильнее, чем Фауст Гетте Помолчал И добавил Любовь Побеждает Смерть То есть мы здесь Я думаю, не случайно Обосновались А почему Тридцать с лишним лет назад Вы стали преподавать? Ты знаешь, я думаю, что Это называется Таким Неутоляемым желанием Продлиться Просто он любит Детей То есть я не имею в виду Маленьких детей А вообще Он любит молодых Я это делаю Вообще занимаюсь Преподавательским делом Вообще от него Вот он меня этим заразил Ты общаешься С молодыми людьми Да еще такими Интересными Такими Чистыми Душой Какими-то помыслами Потому что все-таки Нам везет Мы в результате Отбираем людей Хороших Это тоже Желание Подпитаться Желание Так сказать Как-то Чтобы молодежь Его больше Возбуждала Творчески Давала ему Какую-то энергию Какую-то активность Ну и потом Ему есть что передать Он вообще По природе Человек Иной Иной уровень Иной уровень Даже бытия Так вот я скажу Потому что Смысл все-таки В том Что остается После нас Это был человек Это был Тот Вот гуру Он для меня Стал Вот просто Человек Источник Всех моих Счастьей Всех моих Изменений Вы не имеете права Разговаривать со мной В таком тоне Ваш сын революционер Вы не отвечаете На вопрос Стрелял мой сын Или Какое мне дело До вашего сына Урюшимого дети Я единственное Что хотел бы Чтобы вот например Мои дети Когда и если Они будут учиться В каком-нибудь Институте Они бы испытали Примерно то Что испытывал я Во время вот этих Двух лет обучения Так получилось Что он научил меня Практически всему Вот у меня Троицы Сыновей Я Какие-то вещи Я когда им говорю Я сейчас Я себя ловлю Они не знают Я себя ловлю На том что Я это слышал Уже мне это говорили И я благодарен ему За то что он Просто Если это так долго Держится в человеке Значит он попал Просто В десятку У вас есть Черешня? Есть И черешни тоже Полтора кило Потому что нам Работать долго Можно Наживаться на революцию Давай Помните когда мы Приехали в Будапешт Да И были не комсомолы Да Вы попросили нам Сделать подарок Вы не помните А показали когда Калигу Калигу Да Вы сказали Покажите Ну либо последний танго В Париже Да А это что было? Это шок был Для нас шок Да Ничего кроме того Чтобы показать Своим ученикам Настоящее Ну я понимал Что вам Это надо знать Это допуск Ну как бы сказать Внутренней свободы Людей нашей профессии Вот Насколько Это Реализуемо В работе Просто Это все Нет-нет Это так было Итого Сейчас Это было По сути дела Ну своего рода Провокацией что ли Он так себя поставил Это не значит Что мы могли С ним фамильярничать Но Когда мы мылись В одной гримерной И толкались попами Потому что гримерная была Метр на восемь сантиметров В табакерке На анекдотах Да Мылись Умывальник еще Как-то там был И он был вместе с нами И вот стоит в трусах Мы все в трусах И это такая прелесть Потому что это Так По-саратовски В этом смысле Можно поставить рожки И он Не обидится И вообще он очень человек Мы понимаем Такие вещи И на сцене Как только Чуть-чуть позволишь У него раз И сразу глаз Значит что играем Типа Сейчас будем друг друга Что-нибудь Что? Давай У него моментально Он на эти вещи Зажигается Моментально Хулиганство Я имею ввиду Да Хотя я все время Наоборот Взбиваю Потому что Роли-то у меня серьезные Я не могу привыкнуть К его манере речи Я все равно не могу привыкнуть Все равно я каждый раз Падаю Если не внешне То внутри себя От того Как он говорит От того Какое количество цитат От того И как легко И какая у него Фантастическая В этом смысле Цепкая память И какая у него Замечательная речь Как-то мы тут разговаривали И он про кого-то говорит А вот так вот Не любить успех Или как бы Быть равнодушным К успеху Это недостаток Работы Органов Внутренней секреции Он очень любит Одеть на себя Какую-нибудь Удивительную вещь В виде носа Красного На резинке И таким образом Принимать каких-нибудь Людей Которые Падут в обморок От ужаса Или счастья Или не понимают Как им себя вести Салют Незнакомых Которые к нему По каким-то важным делам Приходят Он в детстве Он впасть не может Потому что Он в нем находится Все время Его любовь к еде Понимаешь К вкусной К мороженому Мы тут встретились С ним за столом Вот опять же К его Поразительной Свободе А я в то время ел Он подошел Немножечко Попозже И почистил у меня Все, что я не успел Съесть Тут же с тарелки Сам отказался от еды Но хлебушка у меня Подтер Весь какой-то соус Все такое Я говорю Олег Павлович Вы опять за старое Господа Много я испытал Ну понятно Много Березов был сослан Картошка там Выдался акклиматизировать Не выросло Я видел Как он играл в спектакль В день похорон К маме Гениально играл Мы все пошли смотреть Как-то Не помнили Ну что-то смешное было Для нас это было Вот очередное Какое-то преодоление А я думаю Что он может быть Он может все же себе позволить Да может Не хочу Не буду я сегодня играть Ну придумайте что-нибудь Я не знаю Самолет не прилетел Но он же делает Я думаю Я думаю Что какую-то часть Тогда Он явно нам Демонстрировал Что можно так И нужно так Вот это такое дело Ты можешь только умереть Нет никаких других причин Не прийти на спектакль И он до сих пор Этот всем Демонстрирует Самый главный его талант Он актер И поэтому все Что он не делает Это все окрашено В той или иной степени Актерствованием Причем я не говорю Что это плохо Это хорошо Потому что это его индивидуальность Это его жизнь И это он Поэтому даже Когда он выступает Там на каких-то Высоких собраниях Перед начальниками Любого ранга Он все равно Подсознательно Не то что Врет Или не искренне Он даже может быть Очень искренен Но он все равно играет Он играет Актерство Окрашивает Всю его жизнь Мы должны Мы обязаны Человечество сейчас требует Лучших умов Чистых сердец Честных душ Я не знаю Как вам проще это объяснить Пока свободу и горим Пока сердца для чести живы Мой друг Отчизне посвятим Души прекрасные порывы Олег Павлович А теперь колледж? Да Это от отчаяния Ты понимаешь Мы все ужасно удивлены Зачем нужен этот колледж И значит Какое-то беспокойство Значит Какое-то меняется время Значит Мы уходящие Там не уходящие На то Значит куда-то Сдвигается Возрастной ход Актерский Сдвигается Ему интересно Что Принесет Другое время Что принесет Другая Природа Которая родилась Болеет за поросят За это Так он болеет Это же у него не расхожая фраза Когда он говорит Вы думайте о тех Кто будет после нас Успех в принципе В этой профессии Это Двигатель Эта история Вперед И поэтому Когда так много Наверное Успешных Реально успешных Учеников То это дает Возможность Ну как-то Идти дальше Вот да А теперь Колледж Единственное оправдание Тому что Вот на старости лет Это я про себя Мы опять Занимаемся этим Это если мы Найдем Талантливых Людей Если мы Не для себя Их готовим То эта затея Не нужна Олег Павлович В свое время Предложил Эту Значит Идею Обновления Крови В театре За счет того Что туда Активно Приходит Новое поколение И на него Делается ставка Однажды Когда он набрал Свой первый курс Там было по-моему 27 человек Или 28 И через год Их осталось 14 И все Стали говорить О какой-то Педагогической Неграмотности И прочего Потому что Так нельзя А Олег Павлович На это сказал Я должен Допускать в свет Людей Которые потом Этой профессии Смогут зарабатывать Себе На хлеб Ну Я не могу сказать Что я большой Так сказать Поклонник этой идеи Для меня Многое Вопросительно Как вообще В поведении Табакова Он для меня Фигура Очень родная Для меня Сердечная Но во многом Непознаваемая И необъяснимая Он считает Что вот именно Они-то И будут составлять Это такое Некое Грубо говоря Будущее Поставляет Больше качественного Табакова Нежели другие фабрики Когда ты делаешь что-то для себя Ты это делаешь На порядок Лучше На порядок Что ли Серьезнее Дотошнее А вот по поводу Для себя Он сказал Он расшифровал Фразу для себя Не для театра Для себя Чтобы играть с вами Ой Внуки Да Приехала С двумя Малькины Они ручонки Тянут Деда Деда Вторая сторона Мне кажется Почему он так активно И удачно В общем Занимается преподаванием У него какой-то Фантастический нюх На На будущих дарований Иногда Меня поражает Так сказать По части Так сказать Вдруг Рассечение Какого-то Точного Какого-то дарования Которое может быть Спрятано За Неумелостью За Зажатостью За Заволнением За Неуверенностью И так далее За застенчивостью Он вдруг Просекает Просто Как Как Лазер Довольно Жестокий В отборе Человек Довольно Жесткий Не жестокий А жесткий Потому что Он берет Сразу И знает Что это будет То есть Ну не знает А интуитивно Чувствует Что из этого Получится звездное Что-то В хорошем смысле слова И когда к ним Обращается Из какого-то девочка Стоит Из Саратова Или из Нижнего Новгорода На служебном Входе Он О том что Многое Удел У него Миллион Звонков В секунду У него Глазы останавливаются На мальчике Или на девочке Потому что Он тут же Рентгеном Просекает Он очень В этом смысле Человек Как Животный инстинкт У него Очень важно Чтобы ты На самом деле Хотел Видеть Вокруг себя Людей Не менее Одаренных Чем ты И вот тут Спотыкаются Многие Вы добивались Чтоб я сказал Что ты Не ворота Чего тебя нервничать Да не крал Он не крал Здесь другое Но что Что-то другое Здесь Но что это Другое Что Что-то другое Здесь Олег Павлович А вы думаете Кто мог бы Продолжить Ваше дело Думаю Не буду говорить Кто Но думаю Что Понимаешь Во-первых Во-первых Это называется Человек Или человеки Ощущающие Эту потребность Нельзя Нельзя Назначить Нельзя Назначить Заботливым Кого-то Нельзя Назначить Там Любящим Кого-то Он Как руководитель Вот я Этому У него Учусь Он Очень Внимателен Ко всем Он Внимателен К судьбе Он понимает Что от него Как от руководителя Зависит Судьба Многих Многих Людей Когда человек После Спектакля Тяжелого Едет В студию В подвал Репетирует Со мной Какой-то там Очередной Отрывок Или пьесы А потом Загравшись Смотрит на часы И понимает Что уже Полвторого Ночи Говорит Слушай Стой Вот тебе Деньги на такси До дома Ноехать Ты понимаешь Это вот Это остается На всю жизнь Вот у меня Митька Рос на искусственном Кормлении И беда была Как раз Когда Не в магазинах Ничего Да и денег Немного Никто мне не мог Помочь И Олег Павлович В эти дни Уезжал на несколько Дней За рубеж Нашей страны И я ему говорю Олег Павлович Вот такая байга Он говорит Андрейка Через три дня Он приехал Привез мне Много банок Детского питания Все Я пью Он не выгоняет Стариков Когда они болеют Он помогает Им всячески Он помогает Больницей Врачами Деньгами Машиной Чем угодно Он помогает Мгновенно Абсолютно Не афишируя Абсолютно То есть ты можешь Все в театре знают Что можно к нему Обратиться По поводу Какого-то Горького случая Это он это делает Тихо И я не думаю Что он бы хотел Чтобы об этом говорили Это редкое качество Сегодняшний день Обычно делаю Фотографируйте меня Да, я понимаю Ну это Понимаешь Мне как-то Наверное Может быть С детства Наверное Моего актерского Люди сделали Много добра Телефоны звонят Всегда И он всегда К ним подходит Иногда мы прячем Как-то ему кажется Что если звонит телефон То человек звонит по делу А если он звонит по делу То нужно поговорить И ответить И помочь Лично мне Например Он сделал только хорошее Он мне не сделал Ничего Дурного Он человек Нелицеприятный Умеющий сказать Очень резко Очень Ну так сказать Иногда Больно И делающий И делающий Иногда Это сознательно И своими Голубыми глазами Вдруг Не бегающими Как посмотрит И как Скажет И глаз У него становится Такой стальной И этим тоже Он Вершит Такое добро Это долги Наверное Что ли Так Может быть Ну можно так Объяснить На самом-то деле Это не так Это нормальная Потребность Человека Отозваться Олег Павлович Вы воспитали Звезд Суперзвезд Можете Звезды Суперзвезды И не всегда Достоин отвечает Вам Взаимностью Это Что Саш С вашей стороны Ваши отношения Никогда Ничего Взамен Моей Что ли Любви К ученикам Мне не надо На самом деле Я Человек С комплексом Полноценности Нет Предательство Это Я бы сказал Так это Как любовь Это нужно Индивидуально Переживать И любое Решение Тут правильно Он Вообще У него есть Свойство Прощать На самом деле Это свойство Есть И Были моменты Когда даже Я очень Обижалась На кого-то А А он Был выше Вот он Был над Ситуацией Арик Павлович Говоришь Что Ну Кто У вас Самый Медийный Популярный Давайте Назовем Из них Сколько Моих Учеников Вот и все И как бы Ученики Себя не вели Как бы Не вели Все равно Он же понимает Это мой Этот мой Этот мой Мы же детям Своим Прощаем Многое Если это Не все Правильно Вот Так и он Понимает Допускает Он не ждет От нас Ничего Он сам дает Он не ждет Никакого внимания Он сам звонит Но Хотя я думаю Что Если долго Хамить Учителя У него терпение Может Догнать И предательство Учеников Иногда бывает Мерзким То есть оно Бывает бытовым Нехорошим Я не думаю Что он это Прощает Потому что Это можно Простить Конечно С высоты С высоты Возраст Возраст Положение И так далее Но предательство Творческие Более Воспринимается Болезненно Но они Понятны Творчески Можно простить Человечески Другой вопрос Потому что Их любит Потому что Видимо Сам артист Он много Очень позволяет Любя И он Очень много Прощает То что Делали На протяжении Его жизни Многие ученики Их поступки По отношению К нему Их Невнимание Или Их Предательские Поступки Прощены Мне это Поражало Ты смог бы Простить Какого Не знаю Я не знаю Вы сказали Что Если хочешь Выжить И чему-то Научиться В этой профессии Нужно научиться Быть дипломатом Не все Озабочены Состоянием Или проблемами Искусства В равной Мере Тебе Это не означает Что ты безусловно Всегда прав Но Мера что ли Озабочена С этими Проблемами Она не всегда Совпадает Даже С пониманием Твоих Коллег У него всегда Был Наверное Очень правильный Ну как Представление Ну так Нюх Не нюх На То Кому что можно Говорить Кому чего нельзя Говорить У кого Можно чего Просить У кого Не надо Просить Но отношения С властью У вас всегда Были по-моему Хорошие Но я всегда Держался От власти Это очень важно Человек Нашего Ремесла Не имеет Права Входить Во власть Это Нарушение Этики На мой взгляд Человеческой Ваша Кроватая фраза Закон существует Чтобы их Обходить Ну что Ну что делать Дорогой Ну не так Не так Мучительно Скажем Доставалась Вот эта Вот Возможность Ну Легализации Нашего подвала Он Сам Наверное Себе Придумывает Или придумал Когда-то давно Какие-то Какой-то коридор И какие-то Жизненные принципы Да Которые Пытается Соблюдать Но Так Как Человек Очень Как ты Говоришь Полит Корректный То Иногда Нарушая Эти же Принципы Он Находит Оправдание Для себя В том числе Почему Это Знаешь Как Я говорю Так А теперь Я говорю По-другому Почему Так Чем Выше Человек Взлетает Тем Больше У него Появляется Недругов И как Какими Нужно Не знаю Качествами Обладать Чтобы Не обращать На это Внимание И идти Своей Вот я Думаю Это Опять Комплекс Полноценности Вдруг Какие-то Последние Годы Стали Поползновения Как-то Мол Закон Для всех Равен Что Правда Мол Унизить В глазах Общественности В глазах Всех Унизить Да Сказать Ты равный Что-то Там У тебя Не то Иди сюда Табаков В твою душу Могут зайти В любой момент Нацарапать Там что-то Вася Плюс Петя Был здесь И уйти Совершенно спокойно И ты оказывается Еще должен сказать Спасибо за это Извините Оправдан Обрат Обрат Своё Недружелюбие Мой папа Мой папа Вор Ну предположим Жулик Это для меня Абсурдное Обвинение Потому что Я знаю его Слишком хорошо Чтобы понимать Что это глупость Такие руководители Крупные Как Табаков Михалков Так или иначе Связаны С Собственностью Тех Организаций Которые Они Рассказывают Собственностью На собственность Всегда есть Чужой глаз Я никогда Не пытался Корыстно Получить что-то Из моего Служебного положения Так вот Мне платят Платят немало денег Мне хватает на жизнь Но я сейчас говорю Что очень важно Что никогда Ни при каких условиях Я не соглашался На то Чтобы была Привнесена Привнесен был Бизнес Суда Он просто мешает людям Некоторым зарабатывать Или иметь свой кусок Потому что он Сует свой нос Во все В хорошем смысле Слово Ну конечно в хорошем Он же это делает Честно говоря Не для себя Я пытался объяснить ему И он не понимал И может быть сейчас Пытается не понимать Что Он отстаивает Для себя Репутацию И какие-то ценности Ну там Высшего порядка Да А противоборствующая сторона Отставит материальные ценности Однажды приехал из Норильска Мой поклонник И видимо очень богатый человек Разбогатевший И сказал Олег Павлович Мне хоть что бы Миллион заработали Это был 90-й год Когда в магазинах Была натотенья Рыба ледяная Да И салат Из морских Возглопусты Да Из водорослей Ну вот И он сказал Я вам дам миллион Я сейчас еду в Германию Я куплю на это Электронику Там я не знаю Технику Компьютеры И вам не надо ничего Просто Я вам сдам это А вы сдадите в ЦУМ Я думаю что И у вас будет Два миллиона Не потому что я Там Бессребрен Нет Как я люблю деньги Как говорил один человек Как я люблю деньги Так никто деньги так не любит А почему отказываетесь Олег Павлович Знаешь Не нужно Достаточно того что есть Достаточно того что есть Это очень важно Потому что С какого то время Если ты начинаешь Умножать деньги То ты Становишься Их слугой Я разговаривал с ним Он говорит Не волнуйся Все Все То есть Не волнуйся Все хорошо Но тем не менее Это хорошо Я понимал Сколько сил И здоровья Было потрачено На это хорошо Да И сколько Сколько Нужно было Потратить Своей нервной системы Которую можно было Потратить совсем Совсем С большей пользой Наверное Да Для отечества В Японии есть Да человек Национальное достояние Табаков Национальное достояние В любом законе Должно быть прописано Закон А дальше Табаков И дальше еще Есть ряд фамилий Он заслужил Своей жизнью Как-то я разговаривал С Машковым И Володька Очень завелся Ему так было больно Что кто-то наезжает На Табакова Понимаешь Он стал просто Орать на меня Я был совершенно При чем Ты понимаешь Он стал По телефону Он орал И он сказал Что Если его будут Расстреливать Я встану рядом Знаешь Как говорил Шаляпин Я ведь не целковый Чтобы всем нравиться Это с одной стороны А с другой стороны Ну Зависть Это вообще Одна из Страшных Страшных Болезней Человека Страшных Страшных Потому что Она Поедает Внутренности Она Приносит Как бы Непредсказуемые Потери Олег Павлович А что не сыграл Артист Табаков О Саш Список Длинный Таких ролей Которые бы Его Непознанного Еще Таким Каким он Сам себя Не очень Представляет Показали новым Вот такого Непознанного Не случается Но это Удел Не только Табакова Он немножко Раздергивался Разбрасывался Слишком много Вот и Та же школа И студия И театр Один Второй И плюс Еще надо сниматься И это То-то То-то Но еще есть И жизнь Вообще до конца Реализоваться Наверное Никто не может Это Так сказать По определению Вещь Наверное Невозможная Но То что С какого-то Момента Ни один Мне кажется Режиссер Не может С ним Работать Будучи Выше Его Вот Счищая С него Какие-то Его Привычные Умения Какие-то Его приемы Это Для меня Это вот Факт Мне кажется Что в нем Настолько Сильно Сидело Качество Строителя Театра Дело Производителя Оно Победило В какой-то Момент Артиста У Олега Павловича Табакова Когда он Создал Студию Вспомни Ролей В принципе Больше Таких Кино И не было Да Он сам об этом Говорит Да Ты понимаешь Он создал Студию И он посвятил Себя Студии Я тоже думаю Что у него было Гораздо больше Возможности Играть А он с нами Занимался Он Много Время Тратил На нас И думаю Много ролей Которые он бы Мог еще сыграть Тоже прошли мимо Но нельзя Мне кажется Объять Необъятное Потому что Он выиграл За счет Опять-таки Дела Ты не можешь Одновременно Заниматься Этим Этим Этими Можно пытаться Но все равно Ты дифференцируешь И ставишь Какие-то приоритеты В его жизни Приоритетами являлось Именно это Поэтому На другое Оставалось На мой взгляд Меньше места Просто по времени То есть Сознательная жертва Конечно Конечно Женька Евстегнеев Женя Леведев Разве они все сыграли А Фаин Георгий Раневская Реализовалась Процентов На 15 Или там Нет Я думаю Что я в неплохой компании Человек реализовывается Ровно Настолько Насколько Он Создан Ты знаешь Наверное Наверное Те кто сыграли Все Да Я не думаю Что они счастливы Меня Он любит Реализоваться Через других Самое большое Что ты можешь Оставить После себя Это вот Ученики Андрей Вознесенский Пишет Я памятник Отцу А вот А Его ученики Памятник ему Пребывание человека На земле Довольно краткое К сожалению Краткое Еще тем более С того момента Когда он Максимально Использует Или научивается Максимально Использовать Свои ресурсы Свои возможности Вот и все Это означает Что Что Другой жизни Не будет Господь Бог В награду Дал мне вас Я не думаю Что много Людей В моей Профессии Могут Вот Испытывать Эту радость Которую Я глядя На ваши успехи Все-таки Иногда Ощущаю Испытываю Вот и все Человек Без детей Или учитель Без учеников Я Не Ну как это Не директивно Да Но думаю Что Такой поворот событий Делает людей Несчастными Я не видел Счастливых людей Без продолжения На земле Разница между Мною и Марией 71 год Согласитесь Это солидная разница Да Ну вот Да и с Павлом Разница Все-таки Того ему Большая 60 лет Так что Они Некий Подзаряжающий Механизм Наверное Так вот Понимаешь Приходишь После Довольно Тяжелого Рабочего дня И я Там Поговорю с ней Лепатиску И Машку И можно Вторую смену Дочь Выключи Какой он папа Олег Павлович Строгий 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 Хотя мне казалось Что особенно то Что касается девочки Уж он просто Будет там баловать Нет Он Он к ней На Как Ко взрослой При этом он так Безмерно счастлив Он так безмерно любит Ее и Павлика Я вижу Как он иногда смотрит Как он Когда их нет Или мы о чем-то говорим С какой любовью Он говорит Или как он Наблюдает За Павликом Или за Марией Они к нему Все равно Вот как То есть со мной Они на равных А папа Это Папа Не то что я каждый день Напоминаю про это А просто это вот Как-то так у них Врожденное То есть видимо У него такое-такое Биополе Что они так вот как Загипнотизированные Немножко Знаешь как говорят Самое хорошее Когда отец и сын Друзья Вы друзья Да Ты можешь ему довериться Да Ну у тебя период такой Сейчас Девчата Там не знаю Дружба Влюбленность Ты можешь с ним поделиться На эту тему Ну допустим да С кем больше С папой или с мамой С папой А вот по характеру А вот по характеру Больше кто Кто Олег Павлович Да Да Он кстати и Павлик тоже А по каким Просто интересно Я скажу Ощущение себя Внутренняя свобода Умение выстраивать отношения С людьми Ну в общем то в Машке Тоже это уже есть Оптимизм такой То есть вопреки всему Вот А вкусовые например Да Ну вот мы идем в ресторан Скажем так Папик самый изысканный Вот здесь Можно самый Вот самый дорогой Заказывает Самый Но попадает Всегда в точку Скажи А какие вот Качества От папы Ты бы хотел взять Ну Свободно чувствовать себя На сцене Ну Быть таким же Веселым Жизнерадостным Ты все уже Решил точно Вставать на Слизи у актера Ну а кто еще Из меня выйдет Ну мне сказал Олег Павлович Что ты ближе к гуманитариям Ну да То есть точная наука Не твое Ну Мне не очень нравится Оставаться на лето Чтобы Приобщаться К точным наукам Машка очень тянется К Антону Началось С того Что Пашку Обижал Какой-то Жлоб Малый И когда я Рассказал об этом То Антон Вызвался Я бы сказал Разобраться Да Разобраться И закрыть Эту проблему И это ему удалось И Может быть От этого Как-то вот Есть Есть у него Опора Что разошлись Что ли Жизненные пути Мой Добрый день Здравствуйте Приветствую вас Мой И скажем Саши Табаковой Дочери моей Ну наверное Это такое Как бы сказать Судебное Предначертание Я никогда Не вторгалась Я никогда Но я поняла Что он настолько Сильно чувствующий Человек Но Что он При всей При всем оптимизме При всем юморе Он бывает Очень жестким Человеком Во-первых У Шурки Такой же характер Я так понимаю Вот Почему Касана камень Да Я думаю Что она взяла Какие-то Качества эти Я даже ему говорила Вот интересно Вот там Если бы у нас Как так случилось И вдруг там Мы расстались Интересно Переживала бы ты Или нет У меня иногда Бывают ощущения Потому что я знаю Что он безмерно Меня любит Что Если бы как-то Я неправильно Себя повела И наделала бы Много глупостей И наговорила бы Много гадостей Он переживая Может быть Смог перечеркнуть Я Ну Нехватку Вот этого Общения Да С отцом Предположим Я компенсировал Каким-то таким Я Я влюблялся Там Например Я был влюблен В хорошем смысле слова Там В Александрович Миронова Никита Сергеевича Михалкова Я Я ставил Во главу угла Я рассказывал Что вот Каким надо Быть У меня были несколько более Там какие-то доверительные отношения Предположим С тем же Александровичем И я В очередной раз Что-то такое Там жаловался На Папу Там Ну по каким-то причинам Что-то Ага Ты что Позвони Я говорю Да нет Почему я должен Да позвони А я говорю Ты понимаешь Это все хорошо До той поры Пока Он не есть И Ты даже себе Не можешь представить Как ты будешь Потом об этом Жалеть Когда его не будет А что для вас Вот сейчас Ваша семья Все Все Это Это силы Работать Это Ну как бы сказать Понимание Ерундистики Наших каких-то Служебных Проблем Служебных Неурядиц На самом деле Человек Продлевается Только в тех Кого он оставляет После себя Олег Павлович Это Не знаю Это радость Наверное Это жизнь моя Он благородный Человек Человек Который Необходим Искусству Творчеству И молодым людям Он гений Великий А я не побоюсь Этих Луфартист Великий Человек Великий Администратор Великий Педагог Одна из Мощных Сильных Энергетических Планет Нашей Актерской Системы Это какое-то Солнце Которое То дает Лучом То быстро Убирает В темноту И снова Лучом Непостижимое Прекрасное Чудовище Это такая Немыслимо Яркая Сильная Крепкая Оболочка Где Внутри Нечто Откуда-то Оттуда Наверное Из Периферии Я не знаю Как далеко Можно ходить Саратов Лет Или еще дальше Откуда-то Такой Подросток Которого Закинула В этот Сумасшедший Город С этим Сумасшедшим Людям И он Стал Обрастать 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 А все равно Остался таким Знаешь Немножко Мечтательно Наивным Наивным Надо Научиться Бережнее Тратить Время Свое Вроде Такое Слово Эфемерное Счастье Там Еще Что-то Ну вот Когда я думаю Счастье Это Здоровье Близких Да Это В общем Когда живы Родители Это Они Не болеющие Да Счастье Это Ученики Знаешь Как У Самойлова Одержанных Побед Немного Упущенных Побед Немало Но если Можно Ну Но если Можно Сначала Жизнь Эту Вымолить У Бога Хотелось Было Снова Упущенных Побед Немало Одержанных Побед Немного Наверное Все-таки Победы Если они Случались Они Так сказать Чего-то Стоили Чего-то Стоили Я тебе так Скажу Главная Моя Ну Победа Или Главная Моя Главное Оправдание Наверное Что-ли Вот Моего Моей Этой Жизни Это Зрители Пятьдесят Пятьдесят Четыре Года Они Все Хотят Меня Видеть АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, но мы Дома не были Цветет Родная Ель Как будто В сказке Не были За три Девять Земель Как будто В сказке Не были За три Девять Земель Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова